Вопрос 113. Святой Макарий Оптинский говорит, что осуждая священников, мы осуждаем Бога. Так ли это? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Говорятся именно о них. Книга Серахова, 15 глава, 11-12 стихи. Не говори, ради Господа я отступил, ибо что Он ненавидит, того ты не должен делать. Не говори, Он ввел меня в заблуждение, ибо Он не имеет надобности у мужа грешного. Пророк Исайя, 28 глава, 7-8 стихи. Но и эти шатаются от вина и избиваются с пути от секеры. Священник и пророк спотыкаются от крепких напитков, побеждены вином. Обезумели от секеры, в видении ошибаются, в суждении спотыкаются, ибо все столы наполнены отвратительной блевотиной. Нет чистого места. Пророк Иеремия, 1-18. И вот, я поставил тебя ныне укрепленным городом и железным столбом, и медною стеной на всей этой земле против царей Иуды, против князей его, против священников его, и против народа земли сей. Пророк Иеремия, 14-18. Выхожу я на поле, и вот, убитый мечом, хожу в город, и вот, истоевающий от голода, даже и пророк, и священник бродят по земле бессознательно. Пророк Иеремия, 32 глава, 32-34 стихи. За все зло сыновей Израиля и сыновей Иуды, какое они, прогневление меня сделали, они, цари их, князья их, священники их, и пророки их, и мужи Иуды, и жители Иерусалима. Они оборотились ко мне спиною, а не лицем, и когда я учил их, с раннего утра учил, они не хотели принять наставления. И в доме, над которым наречено имя мое, поставили мерзости свои, оскверняя его. Пророк Иеремия, 23 глава, с 1 по 4 стихи, с 11 по 12. Горе пастырям, которые губят и разгоняют овец паствы моей, говорит Господь. Посему так, говорит Господь, Бог Израилев, к пастырям, пасущим народ мой. Вы рассеяли овец моих и разогнали их, и не смотрели за ними. Вот, я накажу вас за злые деяния ваши, говорит Господь, и соберу остаток стада моего из всех стран, куда я изгнал их, и возвращу их во дворы их, и будут плодиться и размножаться. И подставлю над ними пастырей, которые будут пасти их, и они уже не будут бояться и пугаться, и не будут теряться, говорит Господь. Ибо и пророк, и священник лицемеры. Даже в доме моем я нашел нечестие их, говорит Господь. Зато путь их будет для них, как скользкие места в темноте, их толкнут, и они упадут там. Ибо я наведу на них бедствие, год посещения их, говорит Господь. Пророк из Икиля, 7 глава, 26 стих. Беда пойдет за бедою, и весть за вестью, и будут просить у пророка видения, и не станет учения у священника, и совета у старцев. Пророк Осия, 4 глава, 6 стих. Истреблен будет народ мой за недостаток видения. Так как ты отверг видение, то и я отвергну тебя от священнодействия предо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих. Пророк Осия, 5 глава, 1 и 2 стихи. Слушайте это, священники, и внимайте дом Израилев, и преклоните ухо дом царя, ибо вам будет суд, потому что вы были западнею в массифе и сетью раскинутую на фаворе. Глубоко погрязли они в распутстве, но я накажу всех их. Пророк Михея, 3, 11. Главы его судят за подарки, и священники его учат за плату, и пророки его предвещают за деньги. А между тем опираются на Господа, говоря, не среди ли нас Господь, не постигнет нас беда. Малахия, пророк, 2 глава, 1, 2-3 стихи. Итак, для вас, священники, это заповедь. Если вы не послушаетесь, и если не примете к сердцу, чтобы воздавать славу имени моему, говорит Господь Саваоф, то я пошлю на вас проклятие, и прокляну ваши благословения, и уже проклинаю, потому что вы не хотите приложить к тому сердце. Вот, я отниму вас плечо, и помет раскидаю на лица ваши, помет праздничных жертв ваших, и выбросят вас вместе с ним. Пророк Иеремия, 2 глава, 8-9 стихи. Священники не говорили, где Господь, и учители закона не знали меня, и пастыри отпали от меня, и пророки пророчествовали во имя Ваала, и ходили во след тех, которые не помогают. Поэтому я еще буду судиться с вами, говорит Господь, и с сыновьями сыновей ваших буду судиться. Пророк Иеремия, 10-21. Ибо пастыри сделались бессмысленными, и не искали Господа, а потому они и поступали безрассудно, и все стадо их рассеяно. Пророк Иеремия, 12 глава, 10-11 стихи. Множество пастухов испортили мой виноградник, и стоптали ногами участок мой. Любимый участок мой сделали пустую степью, сделали его пустынью, и в запустении он плачет предо мною. Вся земля опустошена, потому что ни один человек не прилагает этого к сердцу. Пророк Иеремия, 22 глава, 22 стих. Всех пастырей твоих унесет ветер, и друзья твои пойдут в плен, и тогда ты будешь постыжен и посрамлен за все злодеяния твои. Пророк Захария, 10 глава, 3 стих. На пастыре воспылал гнев мой, и козлов я накажу, ибо посетит Господь совов стадо свое дом Иудин, и поставит их, как славного коня своего на брани. Пророк Языки, 34 глава, с 1 по 23 стихи. И было ко мне слово Господне. Сын человеческий, изреки пророчество на пастыри Израилевых, изреки пророчество и скажи им, пастырям, так говорит Господь Бог, горе пастырям Израилевым, которые пасли себя самих, не стадо ли должны пасти пастыри? Вы ели туг и волною одевались, откормленных овец заколали, а стадо не пасли, слабых не укрепляли, и больной овцы не врачевали, и пораненной не перевязывали, и угнанной не возвращали, и потерянной не искали, а правили ими с насилием и жестокостью. И рассеялись они без пастыря, и рассеявшись, сделали с пищей всякому зверю полевому. Блуждают овцы мои по всем горам и по всякому высокому холму, и по всему лицу земли рассеялись овцы мои, и никто не разведывает о них, и никто не ищет их. Посему, пастыри, выслушайте слово Господне. Живу я, говорит Господь Бог, за то, что овцы мои оставлены были на расхищение, и без пастыря сделались овцы мои пищей всякого зверя полевого, и пастыри мои не искали овец моих, и пасли пастыри самих себя, а овец моих не пасли. Зато, пастыри, выслушайте слово Господне. Так говорит Господь Бог, вот, я на пастыре и взыщу овец моих от руки их, и не дам им более пасти овец, и не будут более пастыри пасти самих себя, и исторгну овец моих из челюсти их, и не будут они пищу их, ибо так говорит Господь Бог. Вот, я сам отыщу овец моих и осмотрю их, как пастух поверяет стадо свое в тот день, когда находится среди стада своего рассеянного. Так я пересмотрю овец моих и высвобожу их из всех мест, в которые они были рассеяны в день облачный и мрачный, и выведу их из народов, и соберу их из стран, и приведу их в землю их, и буду пасти их на горах Израилевых, при потоках и на всех обитаемых местах земли сей. Буду пасти их на хорошей пажите, и загон их будет на высоких горах Израилевых, там они будут отдыхать в хорошем загоне, и будут пастись на тучной пажите на горах Израилевых. Я буду пасти овец моих, и я буду покоить их, говорит Господь Бог, потерявшуюся отыщу, и угнанную возвращу, и пораненную перевяжу, и больную угреплю, а разжаревшую и буйную истреблю. Буду пасти их по правде, вас же овцы мои, так говорит Господь Бог, вот, я буду судить между овцой и овцой, между бараном и козлом. Разве мало вам того, что пасетесь на хорошей пажите, а между тем, остальное на пажите вашей, топчете ногами вашими, пьете чистую воду, а оставшуюся мутите ногами вашими. Так что вы, так что овцы мои должны питаться тем, что потоптано ногами вашими, и пить то, что возмущено ногами вашими. Посему так говорит им Господь Бог, вот, я сам буду судить между овцой и тучной, и овцой и тощей, так как вы толкаете боком и плечом, и рогами своими бодаете всех слабых, доколе не вытолкаете их вон, то я спасу овец моих, и они не будут уже расхищаемы, и рассужу между овцой и овцою, и поставлю над ними одного пастыря, который будет пасти их, раба моего Давида. Он будет пасти их, и он будет у них пастырем. Вот хотел немного статку сделать. Иногда спрашивают, ну а можно как-то определить, человек рожден свыше или нет? Ну что рожден, это по всему видать. У него мысли другие. Ну все. Но есть кое-какие качества. Вот так, допустим, определять православный еретик. В первую очередь, еретики, ну может кто-то, другие какие-то есть еще, иконы считают за идолом. Это основное у них. Иконы – это иконы. Далее. У еретиков, как правило, нет настоящих пастырей. Нету, возникну когда-то позже. И третье качество, или третий признак. Они считают, что тысячеветие царства будет, а не идет. Вот три вопроса. И уже на померку будет видно, кто перед вами. И вот рожденный человек свыше, он блажен, соблаженно нищий духом, плащущий, у него все есть. Его не надо уговаривать, что надо молиться семикратно в день. Он найдет время, хотя бы не каждый день, но раз в неделю, в субботу, или где-то в дороге едет. У нерожденного тяги нет к Господу. И он везде начинает умничать. Вот у нас тут на занятиях были такие. Прочитают какое-то слово, а знаете, а вот по-еврейски там, по-еврейски там или что-то, вот миг вот там от крещения, лишь бы не крестить-то. То есть они презирают вот этот духовный перевод. Пренебесный перевод. Если человек что-то говорит, знаете, здесь не так, то другое. Для меня абсолютно четко и ясно, нерожденный свыше. За две тысячи лет разных переводов было много. Наш перевод, синодальный, самый наилучший, самый правильный. Потому что не человек один переводил, а на контроле стояло все. Четыре духовные академии, митрополиты, синод, участвовали, проверяли. И двое из них уже канонизировали, ферноветы, архимандрих, макарий. Вот как только касается это, да тут неправильно переведено. А я немного в жизни занимался разными языками. И вот у меня уже сформировалось такое, что если против синодального перевода что-то имеют, вот как так называемый свидетель его, а я полностью отвергли, сделали новый всемирный перевод, то есть всемирное искажение. Никакого отношения так к Библии уже не имеет. И здесь вот задали мне вопрос. Я стою за кафедрой. Большой университет был, это в актовом зале, бывает 750 человек примерно. Ну что я скажу? Все-таки сказал ты, человек оптинский, старец. Ну представьте, что вот этот вопрос задали Осипову. Задали Ткачеву, Смирнову, те, которые на виду. Я уж не говорю про Пархоменко, Островского, это отступники, богофольники. Господь их будет раздавливать, как тараканов этих отступников. Вот сейчас, Сергей, вернись назад, посчитай, сколько мест Писания, которое привел по этому вопросу. Я его не вижу сейчас. Посчитай. Так, раз, два, Три, Четыре, Пять, Шесть, Семь, Восемь, Девять, Десять, Одиннадцать, Двенадцать, Тринадцать, Четырнадцать, Пятнадцать, Шестнадцать, Семнадцать, Семнадцать мест. Семнадцать мест. Докодильные места. Там приводится не один стих, а два, три, пять. Семнадцать. Ну, сами-то, которые, здесь у нас на службе-то бывают, не на службе, а на молении на утреннем-то. Вы в интернете поищите. Здесь, заграничные. Какие ответы дают? Ну, я не говорю там про сектантов. У них Библия есть, но они не знают, что открыть. И это все про священников. Не судите. И тот, который сказал, это судит самого Бога. Видишь, куда пошел? Бога. То есть трогать нельзя. То есть они, приговоренные к вечной погибели, и трогать, пытаться спасти их нельзя. Нельзя никак. Они уже прописались в аду, не на небе. Семнадцать, запомните. Если они так ответят, а вот что опять? Не трожь. Никогда не говорят, перестаньте судить, священники. В этом заключается только одна фраза. Отстаньте от нас и не трожьте нас. Провадитесь тут пропадом. На нас, как бы говорят. Они так и говорят. Руку поцелуешь, если где-то отдельно, так у меня трех там, полщица. Они оставили себя за место Бога. И когда Серафим Царомский молился, пощадил, чтобы Бог их, может, еще какие слова говорил, Настольная книга Священнослужителей, третий том, шестьсот первая страница. И Бог заговорил, не пощажу, не помилую. Ибо они заменили слово моё вымыслами человеческими. Это написано в 118-й псовом в 113-й стихе. Вот и всё. И Серафиму это же было открыто. Ни одного не пощадить, ни одного нету. Как будто бы такое вот. Может, сейчас есть кто-то. А почему они так отвечают? Потому что они учи воня. Знание твоё, говорили, било тебя с пути. Мудрость твоя. Они Богу не доверяют. Они не могут поставить так вопрос. Люди пришли и ко мне. Они считают, что я служитель Божий. По порядку. Люди пришли и ко мне, но они считают, что я служитель Божий. Ну, вполне допустимые мысли. Он не обидится на это. Но я отвечаю сам, пренебрегая Бога. Я не слышу Бога. То есть Библии-то нет в руках. Они не знают, что. И Библию не считают. Ни один старообрядец не ответит так. От Библии с ума сходят. Это их наработка. До революционных было. Везде в бедах видели евреев. Бей жидов, спасай Россию. Ну и добились. Всё захватили еврея, а этих, которые убили, всех повесили, убили, расстреляли. надо быть очень внимательным к слышанному. Любить перевод наш русский 1876 года синодальный. Ну и дальше читай. Следующий вопрос. И вы внимательно смотрите, какие ответы. У меня самое ценное из всего это ответы. Самое-самое. то есть что-то можно восстановить, что-то могут насчитать, а ответить так они не могут. Не могут. Основание Слова Божия, толкование Святых Отцов, канонам Церкви, жития святых, и мировой практики. Они не ответят. Им это не надо. Дальше.